Всем огромный привет! Недавно мы ездили в Красно-Туринск и заехали в Магнит. И у нас такой мини-закуп и решили показать. Хотя минимум продуктов, что можно наблюдать именно в чеке. Но цена не такая уж минимальная, как и хотелось бы. Итак, здесь на основном фоне вы видите очень много подгузников. Мы это набрали Аленке, чтобы когда мы поедем в Екатеринбург, мы вот уже планируем в начале мая, она, кстати, комментирует, не искать дешевые подгузники, а вот эти вот нам понравились по цене и по качеству нормально вообще. Чтоб там магнит не бегать, не искать. Так, в общем, это всё. Из еды я очень давно хотела в такую рыбку. Нравится мне она копчёная. Здесь в Северурайске она дороже получается на рублей 20-30 где-то выходит при таком же объёме. Такая вот разница всего лишь сколько километров в 60, да? 70. 70. Разница в цене. Далее фасоль и курица. Здесь бедро. Это для блюда, для мультиварки будем готовить зила. И для них же шампиньоны, грибочки. Получается 300 грамм 55 рублей. Почти 300 грамм. Далее. Давно не брали творожок. Этот творог нам больше всего нравится. Это сировский. Вот, тут видно, что это сировский. Это именно такой творог, который как комочками. Не который сильно такой мягкий, размягчённый. А вот такой вот. Ну, больше всего нам такое нравится. 9% жирности. Далее сливочное масло. Я по себе заметила, что вот это сливочное масло, оно именно вкусное. И от него не болит живот. Как правильно сказать? Не знаю. То есть, бывает такое масло, что поешь и потом то боку, то ещё что-нибудь. Этого масла такого не наблюдается. Ну, и Максимке нравится кушать масло. Поэтому пока что выбор на нём установили. Пока мы здесь находимся. Пока мы не уехали в Екатеринбург. Далее. Сухарики. Орешки. Арахис. А мы разве их не длинули? Масло и так. Да. Вот такое масло. Арахис. Это мы с собой в дорогу возьмём, когда поедем, чтобы похрумкать было, что не такое вредно, как сухарики. Две булочки. Одну булочку. Третью Максимка скушал в дороге. То есть, мы всего три взяли. И мы взяли ещё две булочки с творогом. А мы тоже скушали в машине. Так. Здесь, ну, это быстро. У нас очень частенько в наших покупках видно, что берём такую лапшу. Она у нас лежит, как конзе. Да, лень готовить. Да. Заливаем. Вредно. Никому не советуем. Но надо так хочется. Так. Это детская. Причём вот эти две, это покупка из аптеки. На самом деле, в аптеке тоже оставляем кругленькую сумму частенько. И просто не показываем все наши расходы. Но, что примечательно, вот это с пелёнок нашли. Она по цене получается не такая уж и дорогая. 29-27 за 80 грамм. Что, в свою очередь, вот за 80 грамм фрута няни, она идёт гораздо дороже. На порядок дороже. Так. Это взяли бабушка Лукошка. Бабушкина Лукошка Аленки. Опять я её хотела обозвать. Кашку на пробу Аленушки тоже взяли. Максимка в своё время такие кашки не очень. Он как-то их не полюбил. Посмотрим, как Аленка вас примет. Чистая вода ольгинская. Миллион раз показывали. Талфетки на кухню. Фасоль. Да, я знаю, что мы показывали уже, что мы там находили. Камушки. На самом деле, пока мы здесь, мы всё равно ездим, валя не валя в магнит. И именно продукция за тендер получается... Аленка комментирует. Выгодная по цене. И, в принципе, состав-то не вредный. Ну, знаю, что сами говорили, что ай-яй-яй, и сами же взяли. Такие вот были небольшие покупочки. Да, и ещё вот забыла вот этот. По акции шоу. Взяли. Да, втошло по акции. А, точно, про мыло забыла. Тут можно ещё раз убедиться, если вы не верите. Такие цены даже до кризиса не были. Да? В 38 рублей. Мыло, да. Ну, к каждому. Всё-всё, Аленушка. В общем, он до кризиса, по-моему, рублей 50 стоил. И мы, как увидели, сразу взяли. Потому что пока что это мыло, у нас, как ни крутите, самое выгодное, самое лучшее для кожи наша получается. Вот такие вот были наши маленькие покупочки. С маленьким комментатором Аленкой за кадром. Всем огромное спасибо за внимание. Ещё покажем, что мы купили в фикс-прайсе, ну, в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.